Рад вас приветствовать на обзоре первой недели про серии 14 сезона. У микрофона Тексас. Начинаем! Для начала посмотрим результаты сыгранных матчей. Группы A и B это СНГ коллективы. Группы C и D Европа. В группе A Тим Сларк и Вламо показали уверенную игру и к концу недели занимают первые позиции, имея по 6 очков. В группе B только две команды остались с нулем. Это Энза и Камбэк. У остальных в группе по 3 очка. В группе C также две команды с нулем. Джир и Гров. Ну и в группе D у нас каждая команда сыграла по одному матчу, так что все просто. Три команды по 3 очка и три команды по 0. Но давайте посмотрим на статистику. Сразу уточню, что статистика была взята не за всю неделю, а только с пятницы. Так как внутриигровой билет был добавлен только 25 числа. Из 109 доступных героев было пикнуто или забанено 51. Самым банибиным стал ОДН. В бане побывал во всех защитных картах, а именно в 7. Также во всех картах в пика бане были Инча, Фурион и Инвокер. Давайте детальнее о самых востребованных героях. Ими стали Нечуус Профит, Инчантрес, Инвокер, Аутуор, Девауэр, Бистмастер и Лондруид. Как мы видим, очень не хотят играть против Инчи и ОДН. Лондруид заходил очень круто, когда 10 за 2 игры. Также Инвокер имеет отличные показатели за свои 3 пика. На следующий выпуск я добавлю Дримпик. Это пик, состоящий из героев, какие на своих позициях показывают лучшие показатели. Увы, на этой неделе в статистику было занесено слишком мало матчей. Кстати, пик, какой вы видите на своих экранах, это Дримпик слава на Дота Пита. Ну и на этом всё. Расписание на следующую неделю вы можете узнать на сайте dota2.starluder.tv. Анонсы будут в пабликах, куда обязательно подписывайтесь. Также подписывайтесь на мои социальные сети. Ссылки в описании. С вами был Тиксас. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!